Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Касаткин Константин, я студент Санкт-Петербургского государственного университета. И сегодня у нас, извините, какой регламент делается? Я постараюсь, конечно, уместиться, потому что я что-то, видимо, думал на 25 минут. Собственно, тема моего доклада звучит следующим образом. «Свои или чужие? Образ балканских народов в русских таравилогах 1-3-19 века». Собственно, на эту тему я вышел на нее чисто случайно, буквально с одной персоналией, я буду говорить подробнее несколько. Я задался себе вопросом, да, мы говорим, что в русской, собственно, литературе, русской традиции южные славяне занимают особое место. Это мы сейчас знаем прекрасно, эти идеи панславизма, да, объединения, политическое, в том числе и культурное, славянское возрождение. Но если мы посмотрим 18 век, то всего этого, в принципе, не было. Были отдельные путешественники, были отдельные записки, но идей каких-то славянского братства, славянского единства, даже какого-то христианского единства, оно фактически не было, да, оно, по крайней мере, не артикулировалось. И, собственно, я попытался проследить, как происходило становление, какими путями, какие были альтернативные пути развития вот этого идеи о славянском единстве, о славянском братстве. Собственно, после выхода книги «Ориентализм» Эдварда Саида в 1978 году способы конструирования и применения позиций «я другой» или «свой-чужой» стало одной из центральных проблем исторической науки. Вышло большое количество работ, посвященных открытию Западной Европы, Западной Европы и Балкан, Центральной Европы, Восточной Европы, да, регионов России. Но, собственно, оставался открытым вопрос о механизмах познания другими цивилизациями новых для себя областей и народов. Многие исследователи в своих работах опирались исключительно на западноевропейский материал, полностью игнорируя тот факт, что, например, российские путешественники первые стали серьезно изучать и серьезно говорить о балканских народах. Собственно, я рассматриваю в своем докладе несколько путешественников, да, 4 основных. Вот, я взял таких ключевых, вот, и на их примерах пытаюсь показать, как происходило конструирование, да, образа балканских народов, да, вот цельно балканских народов на 1-3-19 века. Собственно, первая работа, опубликованная в 1809 году, это дневные записки поездки в Константинополь Александра Григорьевича Краснокутского, в которых он написал свое путешествие из Бухареста в Константинополь. Будучи офицером русской армии, в 1807 году он был направлен с депешами к великому визирю Мустафе Паши Байрактару, и вот, собственно, по результатам этого путешествия написал дневник. Однако, невозможно не заметить, что текст подвергается определенной художественной правке. Более того, имеет некоторые черты вообще сказочного путешествия. Герой, начиная свой путь, пересекает Дунай, что и едва не стоило ему жизни. Цитата. Реальность разделена на статичный мир и подвижного героя. Последний, перемещаясь по миру, встречает тростепенных персонажей и преодолевает различные трудности. Европейские земли Османской империи превращаются в неведомую сказочную страну. Вдоль дорог, цитата, частые и прекрасные водометы, дворец султана, можно почесть за волшебный замок, повсюду великолепные сады, а на обратном пути герой каждый день встречает роскошно накрытый стол. В конце путешествия он получает еще и арабского жреца в полном богатом турецкому борьбу. Возвращение героя к своим осуществляется так же, как и начало путешествия, с переправой через Дунай, однако теперь оно происходит принципиально иным образом. Триста человек войска провожали меня до самого берега, и едва я переправился благополучно через Дунай, вдруг началась пушечная пальба из крепости. Въезжая верхом в саму крепость, встреча не было радостными криками народа. Все войско было собрано, оружейная стрельба продолжалась по всем улицам беспрестрано. Заканчивают записки автор утверждением, что возвращается с чужой земли. Справедливо возникает вопрос, почему европейская часть Османской империи является для Краснокурского чужим пространством, а Бухарест, из которого он начал свое движение, где он его окончил, является своим пространством. Ответ обнаружится в том же последнем абзаце. Благодаря Богу прошед, так сказать, огонь и воду, я возвратился благополучно из пределов Турции к русским войскам. Кто был на чужой стороне и кто любит родину, тот знает, как сладостно свидеться опять с соотечественниками. Для Краснокурского родина в первую очередь ассоциируется с соотечественниками, со служивцами. Но это, так сказать, дальняя родина, извините, близкая родина. Есть у него также и дальняя. Собственно, он беспрестанул, как говорит, о своем отце. У него даже и постоянные идеи, что отцу привезти, он ему рубашку турецкую везет, сапоги, то есть такой, да, собственно, любящий сын. И, собственно, для автора противопоставление свой-чужой основано не на географическом принципе, а на личностном. Турция для него была чужой не потому, что он ничего не знает об этой земле, а потому, что она населяна незнакомыми людьми, незнакомым народом. Там нет русских, а только похожие на них болгары, о встрече с которым я расскажу несколько подробнее. Теперь, собственно, когда мы рассмотрели особенности построения, да, вот, текста, мы можем обратиться к анализу интересующего нас спора, да, вопроса. Как автор представлял себе жителей европейской области Османской империи? Сразу стоит отметить, что в тексте под ними подразумевается, как правило, турки, образ которых строится на константном противоречии. Собственно, зверство, гостеприимство, разруха, порядок, верность, обман, лень, исполнительность, роскошь, бедность и так далее. Таким образом, турки – это такой парадоксальный народ, в каждом представителе которого одновременно уживаются, в принципе, несовместимые качества. Это, вероятно, было использовано именно для того, чтобы создать такой интригующий читателя, образ, да, далекого, такой экзотического турка. Автор многократно повторяет о своем стремлении, как можно скорее вернуться домой. И на фоне вот этой целеустремленности у нас складывается образ другого. До тех пор, пока автор движется в Константинополь, в турках проявляются главным образом негативные качества – медлительность. Он постоянно жалуется на задержки, проволочки, какие турки нерасторопные, трусливые, не могут переправиться через бушующую реку и так далее. Но как только движение, достигая Константинополя, или герой начинает возвращаться обратно, тут он как раз-таки воспаляет, что турки начали все делать расторопно. Ему быстро представляют коней, его снабжают быстрой едой, его снабжают быстро сопроводительными грамотами. И здесь все уже замечательно. В Константинополе движение героя, собственно, да, такое центральное событие, да, в Константинополе движение героя на время прекращается. Да, и образ Востока уже совершенно в равной степени делится на положительные, отрицательные черты, которые появляются в описании столицы. С одной стороны, здесь разбиты прекрасные парки, сады, возвышаются дворцы, да, как мы сказали, похожи на волшебные замки, а также корабельные верфи и арсенал европейские. Дальше цитаты. И то, и другое в удивительном порядке. Соображая с ним устройством неправильность войска турецкого, построение домов, расположение улиц, я помышлял, что не сама ли порта благоприятствует всем наружным беспорядкам. Действительно, судя по описаниям Краснокутского, его недоумения, в принципе, оправданы. Улицы кривые и узкие, вымощены так, что по ним можно только верхом ездить, всюду грязь, косые и кривые дома, да, разруха. Но и, собственно, получается, что наличие вот этих замечательных верфей, да, европейского образца и, собственно, арсенала, опять же, европейского, объясняется только опять необъяснимым у струтурах, как они вот такие, да, несуразные, смогли сделать образцовый арсенал и образцовые верфи. И причем дальше он говорит, что когда я ближе подошел, начал их рассматривать, он увидел, что стену арсенала можно проскнуть пальцем, то есть она внешне красивая, а по факту, да, она не представляет из себя ничего серьезного. Вот. И, собственно, он заключает, да, что они, то есть турки, и хорошее, и европейское пренебрегают. Апогеем, да, проявлением этих восточных чертурок является восстание Инычар в Константинополе, в ходе которого вот Мустафа Паша Байарактар был убит. Дальше цитата. Почти все возмущения представляют смесь ужасов, безумия и страсти. Вооруженные Инычары все сии всем заключают. Один держит пистолет, другой обломок бревна, третий топор, четвертый молоток, а иные и вовсе без оружия, все покрыты прахом и кровью. Вот такой образ, да, у нас, квинтэссенция, описание жителя Востока. Собственно, практически все упоминания о народах Балканского полуострова – это турки. О болгарах есть только небольшой, собственно, абзац. На протяжении, собственно, Краснокурский останавливается в ходе своего путешествия в болгарской семье. Вот. Вот болгары его очень любят, он им дарит портрет, собственно, Екатерины Второй, они его целуют тут же, молятся на нее и ждут, собственно, русские войска. И вот здесь любопытно, что нам автор говорит в этом маленьком эпизоде. Здесь услышал я разговор, несколько сходный с русским. И далее, замечает по этому поводу. В отдалении от своей стороны и звук отечественной речи утешает слух и душу. В этом небольшом фрагменте указано на то, что единственное, что объединяет, вот в сознании Краснокурского объединяет русских, да, болгар, это похожий язык, и то даже не похожий, а один язык. Он не разделяет их, это один язык для него, да. Ему, собственно, в голову не пришло, да, чтобы ему, там, о родине напомнила вера общая, похожие какие-то, там, обычаи, вот, крестьян, да, их, ну, русских, собственно, крестьян и болгарских, да, крестьян. Ничего этого нет, он только говорит об едином языке. Вот эта тенденция, да, обращать внимание на язык, она будет развиваться и дальше, она послужит такой базой, да, для одного из направлений, вот. И, собственно, апогея, да, она достигла в работе Владимира Богдановича Броневского, которую он опубликовал в 1819 году, это записки морского офицера, она была переиздана в 1936 потом году, вот. И также существует еще два, две работы, это, собственно, путешествие от Триеста до Санкт-Петербурга, 1810 год, путешествие опубликовано в 28-м, и, собственно, письма морского офицера, да, не записки, а письма, она опубликована в 25-м, таким образом у него получается, да, такая трилогия, фактически. Собственно, Владимир Богданович посвящает отдельный раздел записок его, вот, первого произведения, главного, описанию черногорцев, да, с болгарами он не виделся, а вот черногорцев он видел. И он пишет, болезни очень редки между черногорцами, они обязаны сим своей воздержанности, чистоте воздуха, а более природной жизни. Они не танцуют по ночам на балах до утомления, страсти их не возбуждают с театральными представлениями, они не знают никаких прихотей модной жизни. Приведенная цитата, собственно, служит наглядным примером, что автор стремится не столько дать описание черногорцев, да, вот их здоровье, сколько нарисовать для читателя такую понятную картинку. Далее он пишет о том, что черногорцы фактически являются древними спартанцами только славянского народа, да. Я видел Спарту, видел в полном ее расцвете республику, отечество, раненство истинной свободы, где обычаи заменяют закон, мужество стоит на страже вольности, несправедливость удерживается мечом мщения, удивлялась об возвышенности духа, горделивости и смелости того народа, которого именно вводит страх всем их соседям. Образ жизни, неиспорченность нравов, отчуждение всякой роскоши, истина достойной всякой похвалы. Три дня, проведенные мной между ними, я так сказать, перенесен был в новый мир и познакомился с предками моими 9-10 столетия, видел перед собой простоту патриарших времен, беседовал с Ильей Муромцем, Добрыней и другими богатырями нашей древности. Вот так он, черногорцы, да, он опять же не разделяет славян, для него черногорцы, русские, в принципе, это, да, единое, что-то единое. Броневский, отправляясь в экспедицию, еще не знал, с кем он там столкнется, да, и обнаружил черногорцев, он увидел жизнь, быт, мораль и законы совершенно отличные от того, что было ему известно. Морской офицер не был готов к подобному, и побуждаемый стремлением познакомить читателя с новым и неведомым народом, он использовал общепринятый концепт такой неиспочного цивилизации народа. Собственно, обращаясь к путешествию, да, от приезда до Санкт-Петербурга, вторая его работа, мы не можем не обратить внимание на те границы, которые автор выстраивает, прочерчивает, да, между австрийскими славянами и венгами, венгерцами, как он их называет. А для Броневского южные славяне, как мы видели на примере черногорцев, да, представляете, в первую очередь, такой сохранившийся осколок давно минувших дней, славное прошлое, богатыри, спартанцы, да, вот. И соответственно, именно с этим, да, языку австрийских славян отказано в какой бы то ни было самостоятельности. Он славянский, да, но просто испорчен немецкими итальянскими словами, да. Его изменения, языка имеется в виду, да, возможно только под влиянием извне, он не развивается, да, то есть это как бы древний язык, испорчен вот внешними какими-то влияниями. Словно, и Броневский, да, не признает и самоценность обрядов этих тирийских славян, да, вот цитата дальше. «Впрочем, коренные жители суть славяне, коих нравы и обычаи, а смешение с немецкими многое изменились. Язык так порчен, что с трудом понимать их можно». Да, вот такой делает он вывод. Тем не менее, путешественник рисует славян яркими красками, совершенно иначе он изображает венгерцев. Для него они имеют только славное прошлое, от которого остались, собственно, одни воспоминания. Настоящие венгеры перевелись, а сама земля их отражает вот на современные их нравы. Нигде вот Броневский, да, в своих произведениях не проводит такую четкую линию между двумя народами. Я позволю себе достаточно пространную цитату. «Едва переступили мы границу, разделяющую Штирию от Венгрии, как все предметы изменились. Вместо прекрасных полей, лугов и рощей, красивых домиков, опрятных плотных крестьян и румяных поселянок, подобно театральной декорации, представилась печальная ложбина, наполненная грязью, болотами, мутными ручьями, лягушками и народом, как мне показалось, по предубеждению моему, совсем не похожим на храбрых венгерцев. Крестьяне покрыты рубищем или шубою на вывод. В потупленном взоре их напечатано мрачное уныние. Почтительные поклоны при встрече громко говорят оскорбленному сердцу о давнишней привычке их к уничижительному рабству. Женщины босые, растрепанные с нечестными волосами, смугло-желтым лицом». В конце путешествия через Венгрию он подводит итог. Просвещенная Европа осталась на границе с Венгрией и кончилась она очень дурно. Следующее произведение, о котором я хотел бы поговорить. Когда я его пропущу, можно? Самое главное, о чем я хотел рассказать, это работа Ивана Петровича Лепранди. Он развил вторую идею, второй вид описания славянной презентации. Если мы говорим, что Броневский и Краснокутский говорили нам о идеализации прошлого, то Ивана Петрович Лепранди написал словарь на 8 тысяч страниц рукописных, 600 иллюстраций к ним изобразил, которые, к сожалению, так и не опубликовали, где он классифицировал Османскую империю, собственно, именно как империю. Это первая попытка осмыслить турецкую Османскую империю, как нечто такое гомогенное, нечто цельное. Он, в отличие от всех этих путешественников, он не выделяет какие-то отдельные народы. Он выделяет, конечно, болгары, сербы и так далее, турки, но они для него все единое целое. Они для него граждане империи, подданные империи. И здесь очень любопытный вообще сам способ словаря, потому что он бы мог написать такое же путешествие. Он очень долго жил на границе Османской империи, путешествовал по ней, но он взял форму и забрал форму словаря. Мне представляется здесь, почему, собственно, форма словаря, попытка систематизировать Османскую империю, посмотреть на нее как на нечто цельное, систематизировать ее и обратиться к народам не столько как к отдельным субъектам, а именно как к объектам. Он фактически берет Османскую империю, препарирует ее на отдельные части, рассматривает под микроскопом все, что она из себя представляет. И таким образом, уже Южный меня смотрит, заканчивать надо. Собственно, когда не успел раскрыть вторую линию, существует в начале, в первой трети XIX века две тенденции описания балканских народов. Первое, да, это то, что станет основой для, будет использоваться славянофилами, да, уже в 40-е годы и дальше. Это идея, да, братьев славян, вот эта, которая была заложена Краснокузским, развивалась Браневским, да, не зря в 36-м году переиздали его, да, вот я не зря назвал, не случайно. Вот это, да, идея братьев славян, которые сохранили такой традиционный славянский быт, да, и вот на них нужно ориентироваться. А второй, собственно, Белов, да, такой у нас ученый есть, Нижегородский, он говорил, что он называл служебным славяноведением. Это попытка объективно вообще писать не столько народы, да, славянские, сколько вообще Балканский регион, Османская империя. Но, к сожалению, да, в 30-е годы вот этот бюрократический реализм, так можно сказать, да, он сходит на нет именно под воздействием, да, политической обстановки. Ну, да, славяноведение только зарождается, в 30-е годы у нас открываются вот академические, собственно, начинается академическое славяноведение, да, И поэтому, собственно, Лефранди и Эннегольм, я про него хотел еще отдельно рассказать, они создали свои работы слишком рано, да. Если бы они издали их попозже, то они бы попали, да, вот в центр внимания. Но когда они их опубликовали, в 30-е годы, тогда была востребована именно идея, да, описания идеализированного прошлого, да, для осмысления своего, собственно, настоящего. Куда мы идем, это связано с зарождением понятия народности, да. Собственно, когда дворяне, да, интеллигенция российская открыла для себя, собственно, что есть русский народ, да, и христиане это тоже русский народ. Спасибо за внимание, к сожалению, многое не успел, да. Если бы было вопросы, я сразу же на них отвечу.